Ну что, друзья, у нас конец сезона, по ночам уже начинаются минусовые температуры, поэтому мы с Арьей вышли сделать вам завершающие видео. Сезон прошел хорошо, расскажем, как мы консервируем все наше оборудование на территории, как готовимся к зимнему периоду, вот уже откачали бассейн. Сегодня будем убирать роботов, расскажем, как у нас отработали этот сезон роботы. Рассказывать буду про Robocos RM2500i и Robomow RK2000. Расскажем вам про наш новый вольер, успеваем ли мы до конца сезона или не успеваем. До наступления морозов успеем, Арь. Грустно и холодно, жаль, что у нас нет этого вечного лета, хотя, наверное, многим нравится зима. Вот, ты летний кот, ты грустишь, что сезон закончился? Вот, спасибо, дал ответ. Давай, ты будешь ходить, я буду все комментировать, давай. Вот сейчас на данный момент у нас спускают воду из системы полива. Консервируем полностью все трубы, раскручиваем их, будем продувать их компрессором, чтобы воды в них не осталось. Вот так вот тут сливают воду сейчас, чтобы вода не осталась. Трубы не так глубоко, ниже глубины промерзания земли. Поэтому нужно всю воду слить, поняла? Иначе их разорвет, и нам все придется здесь перекапывать. И весь газон придется убирать, представляешь? А кто там сзади? А на заднем плане у нас как раз там парковка у нашего робота, рыбакос РМ2500Ай, и за ним блюдит охранник Один. Все, водичка заканчивается, да? Пошли. Ты не боишься воды? А, нет, это не вода, это они уже воздух включили. Вот так вот происходит весь процесс. Выгоняем воздухом, получается, из всех труб в воду оставшиеся. Здесь у нас блоки автоматики на полива, где все распределено по зонам как раз. Ну, а это накопительные баки. Дальше мы это все обошьем, зашьем, спрячем. Делали специальную тут даже площадочку для того, чтобы это все сделать в виде здания. Ну, а Дэн у нас здесь главный набиратель. Деревья мы все подкопали, удобрили и дальше снова мульчай засыпали. Пришлось нам под конец сезона произвести работы с голубикой. У голубики стали краснеть листья, значит, что не хватает кислотности в почве. Поэтому мы полностью вынули весь грунт, проложили заново стенки геотекстилем и засыпали снова специальный грунт, уже подкисленный. Надеемся, что теперь кислотность так быстро покидать эти клумбы не будет. Здесь тоже голубика, голубика, голубика. Мы просто фанаты голубики. Досадили немножко еще малину. Малой локи у нас здесь на контроле. У вас как, друзья, все тепло, отопление шикарно работает. Все коты переместились спать на полах теперь, греются. Локи, а я тебе там такую территорию крутую делаю. Да, малого теперь не будет. Все скажут, как же так? Это вы попрощались, но не переживайте, мы вас будем в гости друг к дружке водить. Все двигатели из технического помещения убрали в теплое помещение, забрали в вольеры. Сюда еще накидаем 5-литровых канистр с песком, чтобы они были погружены наполовину для компенсации вот этого вот расширения и сжатия от льда. Воду для чего оставляют частично в бассейне? Для того, чтобы нас пленку никак не выдавило из-за разницы в температурах. Лемуры еще скачут, наслаждаются крайними деньками. Днем еще все-таки плюсовая температура. Но, наверное, завтра уже переведем их в теплое помещение. А мы продолжаем консервацию. Убираем все шланги, которыми поливали новый газон. Шланги за ночь все замерзли. Сейчас мы их оттаим в вольер на теплом полу. Я их замотаю потом в бобину. Так, ну что, в общем, рассказать про этого Робокоса RM2500i. Отработал он у нас весь сезон очень достойно. Думали, что, возможно, будут какие-то поломки, еще что-то, модели новые. Но вообще никаких проблем не было, никаких нюансов не было. Я к нему не подходил, его не трогал. Он спокойно выполнял свою работу. Ездил он четко по графику. Да. В общем... Один, ты решил потрогать этого Робокоса? В общем, ребята неспроста дают на них гарантию 3 года. Потому что техника достойно себя показала весь этот сезон. Два раза, наверное, за лето я переворачивал один раз ножи, один раз поменял лезвие. Газон у нас в целом в одном уровне. Сейчас, конечно же, его показывать уже нет смысла. Потому что уже холода, наверное, несколько недель. У нас по ночам уже минусовая температура. Но в целом я газоном доволен. Какие основные опасения бывают у людей? Куда же он девает мульчу? Мульчу он за счет того, что ездит постоянно. Он костит травку совсем буквально там на считанные миллиметры. И эта мульча быстро перегнивает. А остатки мы соберем уже после зимы. Когда будем подготавливать нашу почву. Когда будем досеивать немножко газон. А газон нам придется, скорее всего, досеять. Потому что... Ну, все равно, видимо, там за вот эти вот 4 года или 3 года, сколько у нас газон, пробиваются сорняки. Даже несмотря на то, что мы обрабатываем его. Появляются где-то какие-то пустые места немножко. Их нужно, конечно, досеивать, засеивать. Так, вот у нас критическое место. Спуск его, видимо, размыло в свое время. И чуть-чуть у нас съехал вот этот вот шнур с ограничительных кабелей. Тут снизу бетон. Поэтому колышки вбить было тяжело. Вот. Из-за этого робот периодически сваливался. Вот здесь вот. Но это уже только под конец сезона. Так в целом он заезжал. Поднимался на другой уровень. Вообще никаких проблем не было. Кстати, для тех, кто не смотрел наше вводное видео. Да, в начале сезона, когда мы роботов только расставляли. Где мы рассказывали, как мы устанавливаем все ограничительные шнуры. И про принципы их действия и работы. Ссылочки сейчас появятся здесь. Ну что, мистер Рыбакос, давай делаем крайний наш заезд. И к вечеру я тебя сегодня уберу на консервацию в теплое помещение. Арка, убегай. Нормально у него в целом скорость. В начале сезона я говорил о том, что он чуть-чуть казалось медленнее Робомова. Но у нас Робомова РК-2000. Он у нас так и остался. Рыбакос мы, получается, отдали одну половину большой территории. Он дальше выходит на переднюю часть перед домом. Мы там косят достаточно много. Робомов у нас сделал вторую часть территории. Но тот Робот, он у нас решил не дорабатывать до конца сезона. И остановился с наступлением холодов. Видимо, где-то порыв у нас произошел на линии ограничительного шнура. И поэтому дорабатывает у нас сезон лишь один Робот. Как вы можете услышать, Робот практически бесшумный. Поэтому он не мешает соседям. Работает по заданному вами графику. Иногда я его включал и в дождь. Отдельно, принудительно, хотел специально проверить, будет ли какое-то налипание травы или нет. Но за счет того, что он ездит постоянно и скашивает буквально траву по считанным миллиметрам, никаких налипаний не происходит. Штука очень достойная. Я уже от этих вещей точно никуда не уйду. Как думаете, провалится в люк или нет? Вот это будет сейчас кадр. Нет. Все четко. Если у вас на участке имеются какие-то камни, деревья и так далее, большие преграды, ему не нужно никак ограждать. Какие-то маленькие вещи, в которые вы бы не хотели, чтобы он врезался, вы их просто обводите также ограничительным шнуром. Провод у нас идет от базы и вдоль по периметру, по периметру всего-всего участка. Кому можно рекомендовать? Во-первых, людям, кто постоянно не проживает у себя в доме, приезжает, к примеру, только по выходным на дачу, для того, чтобы не тратить время на покос травы, вы можете устанавливать смело такого робота. У них есть сигнализация, защита от кражи, GPS-трекеры, то есть его и видно. И дальше там есть такая функция, что если вдруг кто-то придет с ним в сервисный центр, нужно будет предоставить обязательно оригинальный ключ, иначе будет понятно, что его где-то украли. Жизненно необходим он людям, у кого, наоборот, большие очень территории, большие участки, как у нас. Потому что времени на траву я бы тратил безумно много без такого помощника. В целом сезон он закрыл достойно. В целом внешний вид газона всегда радует глаз нам. Гости, все, кто приходят к нам, тоже всегда удивляются. Думают, что мы сутками косим траву, но это не так. Да? И Арье нравится. И для животных абсолютно нетравматичен оказался. И в вольерах внутри мы ими косили. Единственное, что на ограниченной территории, конечно, да, его приходится переносить, потому что за сетку-то он никак не заедет. По камешкам проезжает четко, все чувствует, никуда не бьется. Есть такая функция, ребята, сервисники забирают их на зимнюю консервацию, могут произвести какой-то технический осмотр. Я так предполагаю, что, наверное, они отслеживают, какие изменения произошли в роботе за сезон и так далее. Но я думаю, что там ничего им не случилось. И он вполне бы мог остаться и продолжать свою работу еще несколько лет, без всяческих вмешательств. Кстати, с помощью него можно и убирать листья. Мы листья, правда, сдуваем, потому что у нас их очень много из лес летит. Вот. А так он ездит, перерубает их тоже, и все нормально. Там дяденьки работают. Страшно, да? Что же у нас происходит здесь? На новой территории мы создали, получается, еще четыре больших поля, где смогут работать у нас роботы-газонокосилки. Но там это будет более экстремально, потому что там будут ручьи и пруды. Посмотрим в следующем сезоне, как эти роботы будут справляться. Так, все, Ария уже в своем новом вольере. Ария, как вам? Вот тут вот у Арии будет пруд. Из него будет красивый рычеек, который будет впадать в еще один пруд. Расставили вместо подпорок вот такие вот деревья, чтобы у нас не все было в железках. Деревья держат у нас как раз крышу, частично снимая с нее нагрузку. Поставим им вот такие вот всякие теплые домики. Здесь сверху на крыше у них травка. Поэтому я уверен, что у нас в летний следующий сезон будут кадры, где Ария или Локи загорают сверху на крыше. Ария, ну нравится тебе? Нет? Вот тоже постелили мы успели новый газон. И обязательно в следующем сезоне запустим роботов еще и здесь. Вот у нас вторая секция. Сюда я хочу пустить Стива и Нэнси. Здесь вообще классно. Здесь получается у нас будет как горка-водопад. И будет очень красивый ручей. Будут мостики. И точно так же здесь ручей тоже впадают в пруд. Заканчиваем натягивать сетки. Да, до зимы, Евгений, управимся. Решили мы, в общем, не строить больше больших домов. Захотели оставить побольше территории, побольше свободного места, чтобы там было где побегать, погулять. Поэтому здесь будут жить преимущественно такие более зимние виды, суровые. Единственное, что Ария пока маленькая, у них пока слабенькая терморегуляция собственная. Поэтому первый год мы, конечно, тебя не выгоним зимой. Но, тем не менее, закупил уже специальные датчики, которые будут регулировать температуру. Во всех этих будках будут теплые полы. Ну что, пошли дальше? Так, мы снимаем фотку для облоски. Но Ария не хочет никак позировать. Робот позирует идеально. Лемура позирует идеально. А Ария отвлечена во все внимание на них. Да? Ну что, скажи, они летают так интересно. Смешные они, да? Так, тоже надо у вас листья поздувать, да, сверху с сетки. А то на эти листья потом снег налипнет. И будет уже серьезная нагрузка. А в эту секцию мы переведем Афину. И поставим ей маленький домик. Мы для нее тоже домик сделали. Но что-то, как показывает практика, она ими особо не пользуется. Да? Неинтересно ей. И, кстати, вас в ближайшее время тоже ожидает некий сюрприз. Так, а вы что скажете? Грустно, да? Сезон кончился. Какие-то комментарии, может быть, холодно. Латки жмешь, да? Скажи, хорошо, это у нас комната. У каждого свои теплые есть. Колесо есть, вон можно побегать. А так бы вообще, да, ночью. Встречает, встречает. Локи, а тебе классно, да? На такой погоде. Сразу новая шубка. Ты такой сразу плотный, большой стал. Прям настоящий рыс. Ну, короче, ему реально не холодно. У него там настолько толстенная шуба, что ему все равно. У него мама голубая рысь. Голубого окраса, такая серенькая. И, в общем, он теперь в зиму у нас становится такой практически прям белый. А в лето, словно, рыжеет. Короче, ты на всех кадрах постоянно разный. Мне кажется, кто-нибудь когда-нибудь обязательно скажет, типа у вас разные рыси зимой и летом. Эй, вы что сделали тут со своим газоном? Удобрили вы его тут по полной, я смотрю. Новый газон. Вон у кошек, посмотри, травка зелененькая. А здесь? А, господа? Вы настоящие сельхозживотные. Да, вы никакие не декоративные зверьки. Домой, кстати, вопреки моему мнению, я-то думал, что они такие прям южане какие-то. Нет. Домой мне очень хочется заходить даже в холодный период. Ну, конечно, там по вечерам я наблюдаю за ними в камеру и смотрю, что они вот здесь вот через дверку заходят, греются, кушают они у нас только внутри. Вот, но большую часть времени проводят на улице. Поэтому для того, чтобы такой вот ситуации с травой, как здесь вот, в не сильно большой секции не было, мы доделываем вам большую территорию. Мощную. Потому что вы же тоже уже растете, да? Торви, лопнешь. Вот так вот. Лин, это тоже твой мужик будущий. Ты зачем с ним воюешь? Слушайте, ну, у нас во всех комнатах обычно всегда такая чистота, порядок, но кенгуру, это, конечно, история не про это. Ладно, давай, расходимся с тобой. Все четко, не понимаю, знаю, где у него двигали. И он побежал, слава. Ну, в общем, Стив сначала, когда жил у нас дома, приходил сам, животик моему гладили. В целом, они животные пугливые, они именно благодаря этому как-то и сохраняют свою жизнь в природе. Без того, что они всех боятся и при малейшем шорохе сразу куда-то сбегают. А приехала вот Нэнси, Нэнси девчонка чисто зоопарковская, она с людьми никогда не общалась. Но животные ведь, они чувствуют состояние друг друга, да? И так как Нэнси всегда была на каком-то кипише и сбегала от меня, вот Стив тоже приучился так вот и вместе с ней ведет себя так же. Расскажите, вам вот этот вот приход холодов, он как-то мешает осуществлять вашу привычную жизнедеятельность, нет? Все, порядка все свои расставил. Девчонки тут ходили, его немножко прессовали, обижали. Люди даже вступиться за тебя решили. Да, все писали, уберите этого хорошего кота от них. Но я же говорил, что он мужик. По итогу он расставил тут иерархию свою, отлупил нам Марту, да? Заделал детей торгой. И все, а теперь только ругается с Ленухой. Итак, Робомов РК-2000 отработал у нас уже три сезона. Вот, этим господином мы тоже супер довольны, у него все достойно. Единственное, что сейчас вот крайние две недели что-то произошло с ограничительным шнуром. А так он, так как он проложен у меня по огромной территории, я решил, что уже нет смысла искать, где у нас произошел порыв. То ли строители где-то случайно ткнули, то ли, может быть, где-то мы сращивали шнур, срастили его не совсем как-то правильно, герметично. И в момент, когда ночью стали наступать морозы и холода, да, шнур где-то там съежился, стянулся и немножко произошел разрыв. Вот. А так в целом модель тоже очень-очень достойная. Немножко облетела красочка с него. Но некоторые люди, я видел, делают дизайн и снимают эти крышки, делают аэрографию на него свою. И я тоже хочу здесь разместить, я кого-нибудь не знаю, к примеру, Одина, может быть, кого-то из Каракал, сверху посадить лемура, и будет прикольно выглядеть, если такой вот еще один тропический персонаж экзотический появится у нас здесь. Решил я зайти к Афине, спросить, что она думает у нас про наступление зимы. Но так как она полярная сова, я думаю, она полностью довольна. Только я приоткрыл дверь, как она сразу же решила на меня напасть, да, я тебя в новую секцию на травку собираюсь перевести. Что-то там камешки, все дела. А ты ругаешься так на меня. Ой, злюка, какая злюка. Твоя территория, да? Все, не захожу, не буду. В общем, что скажу сову, обязательно хочу перевести на травку. Я дам ей большую территорию, потому что потом, вот видите, на полу все равно вот эти продукты жизнедеятельности, они же никуда не уходят. Приходится их смывать, убирать. А на траве это все будет происходить естественным образом. Дождик будет все это смывать. Хорошая, хорошая Афина. Кстати, Афин, в секцию, куда я тебя хочу перевести, там живут мышки. Там стоят декоративные камни, и под ними мышки сделали себе гнездо. Афина, это что-то демонстрация когтей. Да, в общем, клюва я ее не боюсь, а вот когти в нее знаютные. Муж, поговорим? Муж, спокойно поговорим? Ты когда приехал, ты была, вон какая хорошая девчонка. Я тебя гладил даже, ну в перчатке, правда, но гладил. А сейчас? Хотите посмотреть, как я буду переводить Афину, интересно вам? Я вот сейчас даже дверь к ней не смог открыть, она сразу прилетела, вцепилась когтями в клетку, а летела в меня, да? Ну что же, вот и подошел к концу наш ролик об окончании сезона. Всякие полезные ссылочки я, конечно же, оставлю в описании. Все вам рассказал, частично показал нашу жизнь, частично показал, как мы готовимся к наступлению холодов. Всем хорошей недели, пока-пока!